Голливуд в Казани? Реально? Да! Только это не звездный район, это название жилого комплекса в советском районе. Соответствует ли он названию? Вы узнаете из сегодняшнего ролика. Я Насыров Рафаэль и это канал Urban Media. На этом канале мы говорим про недвижимость, потому что разбираться в ней важно, а самое главное выгодно. Ставьте лайки, подписывайтесь, поехали! Жилой комплекс Голливуд располагается на Аметьевской магистрали, имеет 4 корпуса в 20 этажей. Дома комфорт-класса сданы в 2019 году. В шаговой доступности расположена станция метро Аметьева и удобная транспортная развязка с выходом на Вознесенский и Оренбургские тракты и проспект Универсиады. В плане логистики выглядит вполне привлекательно. Сейчас мы идем к героине нашего выпуска, узнаем, что она думает о жизни в Голливуде. Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, как давно вы живете в этом жилом комплексе? Около трех лет, плюс-минус. Достаточно большой срок. Как вы приобретали здесь квартиру или арендовали? Какие условия были? Да, поняла, изначально мне нужно было оперативно куда-то съехать и вот мне предложили квартиру абсолютно новую, идеальным ремонтом и я туда заехала. Тогда аренда стоила 30 тысяч в месяц, плюс коммуналка. Мне все понравилось. Нормальный нейтральный ЖК. С заездом, с выездом, с парковкой, да, большие проблемы. Зимой вообще нужно закладывать минут 20, чтобы выехать со двора. То есть тут такой немножко в час пик тоже трэш происходит. Люди ругаются, пропусти меня, потому что это одностороннее. Но так как я профессиональный пассажир, меня это не касается, и все, зашибись. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь тем, что поправляю сейчас волосы тщательно, потому что здесь ветер вечно. А так я занимаюсь сферой маркетинга, блогинга, реклама, вся эта сфера, ну и триатлоном. Здорово. А здесь вы сказали про ветер, здесь всегда так ветрено или это исключение? Нет, часто, часто ветер, но сегодня прям очень сильный. Я не живу в этом ЖК, но на первый взгляд здесь очень неудобная проезжая часть. Здесь очень мало места и очень много машин. Мы сейчас находимся здесь днем, а представьте, что здесь будет вечером. Мне кажется, автомобилистам здесь не очень комфортно ездить. Выполняет ли управляющая компания все свои обязанности? Управляющая компания Миллениум всегда чисто в подъезде. Это подходит? Да. А придомовую территорию тоже убирают? Обычно убирают, то есть в этом плане у нас очень злой чат. И если вдруг что, там сразу свистят, где машину, кто никуда поставил, тут же реагируют. То есть в этом плане все нормально. Я сама еще не привереда, то есть мне вот в подъезде, чтобы было чисто и окей. Во дворе я не хожу, я вот вышла в машину и угнала. Какие-то вопросы я насколько вижу в чатах, бывают, что не сразу отвечают, не сразу реагируют, но у нас народ такой, что все равно доводят дело до конца, и в итоге как-то решается этот вопрос. Большая была проблема с ключами. Мы замучились. Вот это было прямо мое мучение. Ключи для, как это называется, для калитки, для дома, они вот эти вот пикалки, они все время переставали работать, размагничивались, и мы каждый раз меняем, чтобы найти, надо найти, где ключи изначально лежали, потом сделать копию. Вот это, короче, сложный момент. Я не знаю, в чем там дело, периодически до сих пор размагничиваются. А есть ли тут все для детей? Что есть там, детский сад, школа? На самом деле хорошенький, хорошенькая площадка есть детская, вокруг в целом детям есть чем заняться, тут все окей. Школа есть частная, вот мы, это лучше вообще, что случилось в моей жизни, это мои дети ходят так через дорогу и в школу. Это вот непосед у нас есть рядом школа. Сад есть, несколько штук тоже частных. То есть прямо в этом плане очень удобно, нет проблем. Здорово. А что скажете про инфраструктуру? Что тут есть рядом? На самом деле, буквально за последний год здесь открыли все, что можно и нельзя. И озоны, и валберсы, и пиццерию, и салон красоты, и косметологию, и даже вот всех вот запчасти. Это очень здорово, я потому что не ожидала, что будет все вокруг. из серии, можешь вот здесь находиться и никуда не выезжать. Все есть вокруг. Это очень удобно. Я не всем пользуюсь, но вот иногда, как говорится, переспечит, так есть даже детский магазин с детской одеждой. Прям в доме. Очень круто. Алина, расскажите нам, пожалуйста, про двор. Что здесь есть и как все устроено? Так, про двор. Мое любимое место во дворе это пекарня. Там реально вкусно. Что касается детишек, на самом деле много тут развлекушек. Вдоль, видишь, кучу всего. И с той стороны еще спортивная площадка. Старшие мне там подтягиваются, младшие здесь гоняют иногда по площадке с подружками. То есть есть где разгуляться, гуляют детки. И обычно вечерком, летом здесь прям аншлаг. Очень много детей, семей, пап, мам. И здесь ребята гоняют на самокатах, на каких-то там велосипедах. В общем, тут такой детский движ периодически происходит. Смотрите, здесь есть теннисный стол. Можно взять ракетки, мячик и спокойно поиграть. Места, конечно, здесь не так много, но поиграть можно. И стол не прикручен, его можно будет подвинуть. Металлическая решетка, чтобы никто не стащил ее. Также здесь у нас сзади бойцовский клуб. Там есть груши, ринги для бокса и всякое такое. Так что заняться есть чем. Тоже ваши соседи. И общаетесь ли вы с ними? Ну вообще сейчас же тренд такого, что люди даже не знают, с кем они живут. Собственно, у нас тоже, я не знаю, соседей. Я тоже. Но если кого-то вижу на этаже, дальше уже как пойдет. Знаю, что одна девчонка живет, по-моему, актриса или певица вот напротив. Все. Больше не знаю никого. Вы сказали певица. А что с шумоизоляцией? Вы слышите, как она поет или шума другие соседи? Я знаю, что это большая здесь проблема. Я знаю, что многие жалуются. И это так, знаешь, ходят легенды о том, что здесь всегда все слышно. Но, видимо, нам повезло, что, может быть, нет соседей громких, детей и так далее. Мы ничего не слышим. Было год назад, что наверху, на верхнем этаже, видимо, кто-то учился играть на этой... Электрогитаре? Да. И это было слышно всегда в одно и то же время. Он начинал свои репетиции. И мы такие просто ждали, когда это закончится. Игра вам плохо, кстати. Мы у подъезда одного из домов ЖК Голливуд. Здесь установлены умные домофоны. И когда нажимаешь на кнопку, он тебя фотографирует. И если не подходит, предлагает установить приложение и назвать номер квартиры. Проверим? Я вас не распознала. Встаньте прямо перед камерой. Я попробую еще раз. Мы сейчас находимся в подъезде. И мы поднимемся на самый верхний этаж. Здесь очень некомфортно и очень страшно. Здесь очень высоко. От одного взгляда вниз у меня подкашиваются коленки. Но зато здесь очень прекрасный вид видно. Верхний условно. Есть Кремль. Тут куча всяких домов и лесистая местность. Какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли вы остаться в этом ЖК или найти другую квартиру? Или в другой ЖК переехать? Я собираюсь выйти замуж и переехать к мужу. Шучу. На самом деле я думаю, что еще пару лет я буду здесь. По моим ощущениям. А так в идеале у меня дети растут. И в любом случае нужно расширяться. И это будет что-то более объемное по квадратуре. И скорее всего не здесь. Кому бы вы посоветовали бы здесь проживать? Для каких людей здесь благоприятные условия? Я думаю, для тех, кто работает в центре. Потому что до центра тут очень близко и оперативно можно добраться. Во-вторых, наверное, молодым семьям. Потому что в целом тоже все есть комфортно. Школы и садики есть рядом. Молодым людям. Мне кажется, такой более... Ну, то есть для молодых людей, которые могут прыгнуть в метро, доехать там до работы, до учебы. Я думаю, что это такое. Мобильные? Да. А какие бы вы советы дали тем, кто собирается здесь приобрести жилье? Чтобы не было глобальных ожиданий, наверное. То есть все должно быть индивидуально. Да, я думаю, что это такое жилье, которое... Вот если у тебя есть глобальные какие-то лакшери ожидания, то тебе точно нечено. Что же с ценами в этом районе? И какие есть подводные камни? Более подробно мы спросим у нашего эксперта Ильдара Шагиева. Всем добрый день, меня зовут Ильдар. Я специалист по недвижимости, агентство недвижимости Риэлти. Если рассказывать про ЖК Голливуд, здесь сейчас идет большой спрос на аренду. Как посуточную, так и на длительный срок. Если рассматривать аренду на короткий срок, на посуточную, здесь можно окупать платеж по ипотеке даже с текущей высокой ставкой. Основной портрет инвесторов либо с большим первоначальным взносом до 70% от стоимости квартиры, либо полностью с наличными. Большой плюс – это наличие недалеко станции метро. Если грамотно упаковать объект, его можно сдавать с высокой доходностью. По стоимости объектов, однокомнатную квартиру с ремонтом здесь можно купить, начиная от 9 миллионов рублей, двухкомнатную – от 11. Трехкомнатные уже начинаются от 14-16 миллионов рублей, в зависимости от ремонта и состояния объекта. Стоимость посуточной аренды здесь может достигать 6 тысяч рублей за сутки. Если мы сдаем квартиру на долгий срок, здесь можно сдать двухкомнатную квартиру за 60 тысяч рублей. Если покупать квартиру в ипотеку, в зависимости от кредитной истории клиента и его зарплатного проекта, ставка будет начинаться от 17%. Как я сказал ранее, чтобы квартира окупалась, первоначальный взнос должен быть большим – порядка 70%. В целом, квартиру можно купить и без первоначального взноса, тогда плачёж ваш уже будет в районе 150 тысяч рублей. Из минусов – это не совсем идеальная звукоизоляция, большая продуваемость на территории жилого комплекса и маленькое количество парковочных мест. Если рассматривать конкурентов данного комплекса, это квартиры в строящихся домах, ЖК «Притяжение и Наследие». Там квартиру можно купить под ставку от 2,5%, поэтому там наиболее привлекательно с минимальным первоначальным взносом. По социальной инфраструктуре стоит обратить внимание на детские сады. В шаговой доступности их три, но все они частные, а муниципальные находятся за большими дорогами. Ближайшие школы также достаточно далеко, их всего четыре. По моим ощущениям, здесь отсутствует социальная инфраструктура, кроме продуктовых магазинов и сферы услуг. Ближайшая больница находится на латышских стрелков. Также рядом есть три детских сада, но они не в самом ЖК, что очень неудобно. Такое ощущение, что застройщик построил высокие дома на холме, а места для детских садов и школ не хватило. Куда вы водите вашу дочку в детский садик? Пока никуда не водим, мы в детский садик не ходим, но мы ходим на развивашки в легенду. Часовые занятия два раза в неделю, очень нравится нам. А что с транспортной инфраструктурой? Здесь есть остановка, метро, и удобно ли вам ею пользоваться? Да, тут есть электричка рядом, удобно ездить куда-то. Также метро, автобусы. Когда застраивался ЖК, обещали, что будет на Вознесенский тракт дорога, то есть можно будет выехать, как из легенды, но этого не случилось, к сожалению. И если подниматься все время по лестнице наверх-вниз к метро. Как ты оцениваешь расположение этого ЖК? От 1 до 5? Расположение 5, мне нравится расположение, мне комфортно. Расскажи, как ты оцениваешь транспортную доступность? 4. 4. А инфраструктура? 4. Характеристика дома? На основе всеобщих отзывов, наверное, тройбан. Троечка. У меня это четверочка. И управляющая компания? 4. 4. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, как вам ЖК Голливуд? По мне, общего с Голливудом это только расположение на холме. И по ощущениям, этот ЖК создан для более активных и мобильных людей. Для тех, кто не привык готовить дома и вечно в командировках или на работе. А вы как считаете? Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Самый смешной комментарий получит подарок от Urban Media. С вами был Рафаэль, Urban Media. Всем пока!